Синдромы простудных заболеваний В последние десятилетия медицинская наука стала уделять большое внимание причинам простудного заболевания, которые приходят к человеку в осенний период. Меняются температуры, меняются условия, идет большая миграция людей, возвращаются из отпусков, улетают в своих рабочих насиженных мест. И это период, когда резко повышается число больных, которые жалуются на насморк, на заложенность носа, на боли в горле. И некоторые общие симптомы, такие как повышение температуры, недомогание. Как правило, человек и его окружение к этому относились всегда, ну, как бы к легкому такому заболеванию. Особого лечения не применяли и считали, что это действительно болезнь является такой серьезной. Среди вирусов, которые вызывают вот это состояние простудное, несколько групп, риновирус, респираторно-эссенциальный вирус, я не буду вам все это перечислять, но где-то 20-30% приходится на коронавирус. Это стало известно врачам, ну, более трех десятков лет тому назад. Правда, установить какие-то причинно-следственные отношения, что именно с этим коронавирусом связано, ну, скажем, воспаление легких, поражение сердца, суставов, мышц, таких данных никогда не было. И, собственно говоря, к этому относились действительно так, как будто это простое заболевание. Качественная ситуация изменилась в 2002 году, когда в некоторых странах Юго-Восточной Азии возникло заболевание, которое осложнилось развитием воспаления легких, пневмонии, и достаточно высокий процент был смертельных исходов, паника. В тот период была паника, потому что никто не мог понять природу, причину вот этих заболеваний. И ученые считали, что изначально такие вирусы, как Непаха, это австралийские ученые эти открыли, метапневмонический вирус, ну, много-много было предположений. И лишь только 27 апреля в 10 часов 45 минут во Франкфурте вирусологи Германии расшифровали геном вируса, который стал причиной вот того, о чем мы говорим. Так вот возникла эта концепция новых заболеваний, связанных с мутацией коронавируса. И этот мутирующий штамм коронавируса, в отличие от своего материнского штамма, он поражает нижний отдел дыхательных путей. Поэтому насморк он и может быть у этих людей. Но вот сам простудный такой момент, он не очень выражен у этих больных. И коварство этой болезни стоит в том, что стертые симптомы острого простудного заболевания, но где-то на 12, 14, 16 день, приблизительно вот в этом интервале, у каждого человека это индивидуально, по-разному, возникают симптомы, указывающие на тяжелые поражения легочной ткани. Мы это заболевание называем вирусно-бактериальной пневмонией. Это вот то окно, где врачам надо торопиться, назначить современные методы лечения, с тем, чтобы болезнь не прогрессировала дальше и не привела к развитию так называемого шокового легкого. А если человек переживает, то развивается тяжелая грибковая пневмония. Вот это окно, оно где-то между 12 и 19 днями от начала острого простудного заболевания. Ну, справились с той проблемой в 2002-2003 годах, установили вирус, сделали диагностику, сделали первые вакцины, но интерес к этому был утрачен, потому что инфекция как бы как пришла, так и быстро ушла. И она себе никак не давала знать до 2012 года. А в 2012 году все резко изменилось. В Саудовской Аравии и в некоторых других арабских странах возникла схожая ситуация. Некоторые больные, которые приехали на лечение в Лондон, в известный госпиталь, там был выделен новый мутирующий штамм коронавируса, который получил название Мерс. Итак, SARS, Мерс, на протяжении вот этих 9 лет инфекция повторилась. Но биологическими резервуарами были разные. В первом случае это были гималайские кошечки, иногда их называют африканские кошечки. Китайцы их разводят в фермах, и потовую жидкость используется в приготовлении духов. А во втором случае, когда речь шла о Мерс, то биологическим резервуаром оказался верблюд. И верблюд стал биологическим источником тех вирусов. Ну, а то, что сейчас произошло в городе Ухань изначально, потому что там эпицентр, основная версия, которая сегодня принята и которая тиражируется, это версия о том, что определенный вид летучих мышей, от которых идет распространение фекалий, и идет обсеменение пищевых продуктов, и там морепродуктов, и других, вот они стали тем биологическим резервуаром, где произошла мутация, новая мутация этого вируса, и коронавирус вот опять стал такой вот проблемой, о которой мы говорим. А коронавирус опаснее, чем те болезни, о которых вы говорили, пневмония? Это одно и то же болезнь, один и тот же возбудитель, но модифицировался его геном. Мутация произошла, и точные мутации, они известны, они внесены в мировой банк по геному человека. А как себя обезопасить? Когда хороший вопрос вы задаете, знаете, вот сегодня эта болезнь вступила в фазу болезни путешественников. Если изначально это было Ухань, маленький, город-то большой, больше, чем Москва на самом деле, и это все локализовалось там, то сейчас это принципиально другая фаза, когда человек заражает человека, и человек стал биологическим резервуаром этой инфекции. И эта болезнь, эта группа заболеваний, не только коронавирус, мы называем болезнью путешественников. Скажем, вот наш первый больной, ну такой реальный больной, он прилетел из Милана, и на второй день пришел в поликлинику, врач молодец, он как бы собрал у него вот историю его болезни, мы говорим, это эпидемиологический анамнез собрал, и решил провести ему обследование на носительство коронавируса, которое подтвердилось. И он поступил в больницу в хорошую. Одна из лучших больниц в Европе, в Москве, которая находится в районе коммунарки. Вы об этом должны знать. Это лучшая больница сегодня не только России, а и Европы. Вот, и, собственно говоря, я занимался этим больным вместе с другими врачами. Всю проблему, как бы, мы разрешили у этого больного благополучно, он как бы вышел из этого своего состояния. Вот, так что... А как в итоге обезопасить маску носить? Значит, вы знаете, итак, первое, это все-таки путешествие. Итак, я вам говорю, эта болезнь вступила в фазу болезни группы путешествующих. Поэтому первое, все-таки, ограничить себя от того, чтобы ездить в страны, где очень высокий уровень распространения. Вот многие наши коллеги звонят, шлют письма из Северной Италии, из Милана, из маленьких городков. Там паническая реакция на самом деле. Первое, это путешествие. Второе, это личная гигиена. Личная гигиена, нужно дать четкие рекомендации, как себя защитить. Вирус внедряется в человека через слизистую носа. Мы говорим, простуды. Нос заложенный, слизистая. И имеется в виду, что вирус поражает эпителиальные клетки слизистой носа. Поэтому мы рекомендуем всем, кто вот в этот период, личная гигиена, ухаживать за своими носиками. Обязательно делать лаваш, промывать. А второе место, где вирус активно размножается, это орофарингеальная область. За уволе, за яичком, это вот место, где вирус очень любит культивироваться, размножаться и так далее. И поэтому каждый день надо проводить обязательно гигиену, особенно когда вы возвращаетесь с работы, поздно оказались дома и так далее. Уделите внимание гигиене слизистых верхнего отдела дыхательных путей. Мы говорим о том, чтобы повысить иммунитет слизистой. Как это сделать? Ну, таких прямых как-то панацеи, как таковой, не существует. Но некоторые рекомендации я хотел бы дать. Слизистый укрепляется при приеме таких витаминов, как витамин группы А и витамин группы Е. Вот это витамины, которые реально влияют на иммунитет слизистой. А маске нужно 24 часа носить? Сейчас я отвечу на этот вопрос. Есть еще такие вот средства, они тоже как бы витамины, это лизоцин. Это средства, которые, ну, снимают утомленный голос, скажем, связаны с тем, чтобы снять раздражение в области горла и так далее. Слизистые сами вырабатывают этот продукт, и он помогает человеку в данном случае приобрести защитные свойства слизистых дыхательных путей, верхнего и нижнего отдела дыхательных путей. Маски мы всегда рекомендуем, но, знаете, вот кто маски должен носить? Вот человек, который лихорадит и пришел к врачу, вот первый человек, который должен одеть маску, это такой человек, вы понимаете? Вот это тонкая такая тема, права и обязанности. Государство должно создать хорошую систему здравоохранения. Вот как я говорю, больница в коммунарке – это больница лучшая в Европе. Государство это и сделало. А обязанность человека, как вы слышите, бегут из больниц, уходят с карантина и так далее, и так далее. Это обязанность человека. Врач не выполняет уже функции полицейского, поэтому обязанность человека ухаживать за собой, соблюдать вот те рекомендации, не очень сложные, рекомендации по личной гигиене, особенно верхнего отдела дыхательных путей. Маски рекомендуется, конечно, носить, когда вы оказываетесь в общественных местах, в транспорте, когда вы летите самолетом, оказываетесь на вокзалах и так далее, и так далее, вы не знаете своего окружения, поэтому в обыденный такой случай надо обязательно одевать маску. Они где-то отличаются просто? Да, маски отличаются. Вы задаете хороший вопрос, и вот когда китайцы подняли этот вопрос, там возникла вот эта маска 95. Это особые размеры маски, частиц, вирус больших размеров, поэтому такая маска его задерживает. Когда мы подходим к больным, мы обязательно одеваем респираторы, одеваем очки, потому что это не только дыхательные пути, а как вот показали тогда в Китае, вирус может внедряться через слизистую глаз, поэтому обязательно должно быть ношение. Вот те исследования, которые тогда проводились, вирус живуч, и он, оказывается, живет на поверхности больше суток, поэтому рукопожатие, если вы пришли, и вы видите, как моют помещение, стены, полы и так далее, да, все это вот тщательным образом должна быть такая хорошая влажная уборка помещения. Я думаю, достаточно, коллеги? Нет, не нужно. Да, пожалуйста. Какие тесты проводятся с человеком медицинским, когда он приходит и говорит, что там, возможно, у меня коронавирус, и может ли он в любую больницу обратиться? Умница. Вы, знаете, вот хороший вопрос задали, и я хочу сказать, что Россия может этим гордиться, потому что в России созданы одни из самых высокочувствительных и специфических тестов ДНК-диагностики, которые позволяют с высокой точностью провести вирусологическое обследование. И в России принято как бы такой трехступенчатый. И вот я описываю вам эту историю пациентов в коммунарке в этой. Итак, он пришел в поликлинику к врачу. Врач у него взял смывы с носа, с горла, и отослал местную лабораторию, район, в котором он находится. И там тест оказался положительным. Тогда этот материал идет в лабораторию более высокого уровня, более высокого качества. То есть в Москве таких несколько центров, мы их называем референд-центром. Референд-центр подтверждает, что у него положительный тест. И тогда третья ступень, когда материал отправляется в вектор, это наш центр, где подтверждается вот этот диагноз и так далее, и так далее. В России этот диагностикум, о котором я говорю, он был создан... Понимаете, ну, страна, когда страны входят в такую проблему, это всегда как бы проблема национальной безопасности. И многие страны, я не буду их называть, они не хотят продавать этот биологический материал. А если они продают, то они продают низкого качества. Поэтому достать вирус, из которого можно было получить хорошую диагностику, для этого должны быть определенные навыки у определенных служб, с тем, чтобы обеспечить ученых хорошим вирусологическим материалом. Такая задача была, как вы понятие, решена в России. Это не говорится, это не для средств массовой информации. Я просто хочу сказать, чтобы у вас было чувство уверенности, что в России создан один из самых высокоэффективных диагностических тестов по коронавирусу. Он прошел тестирование. Прошел тестирование в Америке. Институт контроля за инфекционными заболеваниями, которые находятся в Атланте, так называемые CDC. И прошел контрольные испытания в китайских центрах. И есть сертификат, что наши диагностические центры по своей специфичности и чувствительности более высокие, чем те, о которых я сказал. Вот, чтобы вы это хорошо знали. Можем ли мы говорить о том, что на данный момент главное лекарство и оружие в борьбе с вирусом для тех, кто, конечно, не заражен, это профилактика? Да, вы знаете, в чем дело. Вы умница, вы хорошая. Понимаете, вот мы придерживаемся такой стратегии. Существует понятие первичной профилактики, понятие вторичной профилактики и понятие третичной профилактики. Первичная профилактика не допустить. То есть в данном случае личная гигиена человека, она играет решающую роль в формировании самого подхода, самой концепции, что такое первичная профилактика. Здесь недостает одного звена – вакцины. Вот при первичной профилактике мы всегда говорим, а вакцины есть или нет вакцины. Ну, по коронавирусу ведутся исследования по вакцине, но как таковой вакцины нет. Вторичная профилактика. Вторичная профилактика, когда у человека появились первые признаки болезни, приостановить, чтобы она не перешла в тяжелые формы, чтобы не было этой пневмонии, а если пневмония началась, чтобы эта пневмония не привела к тяжелым таким осложнениям, как шоковая легкая и так далее. Это вторичная профилактика. А третичная профилактика направлена на то, чтобы лечить тяжелых больных и сделать все, чтобы человек не умер. Это вот как бы стратегия первичной, вторичной и третичной профилактики. Я прошу включения. В последнем вопросе вы говорили о том, что одна из лучших больниц в коммунарке. Как проходило лечение? Что делают врачи уже в больнице непосредственно? Значит, это серьезная организация лечебного процесса. Оно включает в себя определенный маршрут поступления человека в больницу. Это непростая вещь, поймите меня, потому что, когда в больницу многопрофильную поступает человек с такой инфекцией, нужно обеспечить все, чтобы не было внутри больничной инфекции, чтобы не было заражения персонала, других больных, технических людей, которые работают. Поэтому маршруты, санитарные зоны – это очень важное решение. И в этой больнице это решено на самом высоком уровне. А второе, когда появляется такой больной среди прочих других, это помещение в определенные палаты. Ну, они несколько уровней. Как правило, это все-таки боксы инфекционного такого плана, чтобы у него не было контакта с другими больными, и он не стал заражать других больных. Это инфекционные блоки. Но есть больные, которым надо проводить реанимационные мероприятия. Они включают и искусственную вентиляцию легких, и проведение целого ряда так называемых инвазивных процедур. Поэтому должен быть реанимационный зал, но он не должен стать источником распространения инфекции. Мы, скажем, пользуемся определенными инструментами. Прибор для искусственной вентиляции легких, бронхоскопом, ну, другими инструментами и так далее. Но перенести это на других больных мы это не можем. Должна быть хорошая защита. Очень важно вот в таких реанимационных залах применять современные системы по очистке воздуха и по очистке отходов, которые идут от человека. Моча, кал и так далее. Это не может поступать в общую систему, потому что тогда система канализации, как это было в Китае, стала источником распространения инфекции. И вот в этой коммунарке вы обязательно езжайте в коммунарку, расскажите об этой больнице. У нас должны быть флагманы. Вот коммунарка больницы сегодня это флагман нашего здравоохранения. Вот. И вот эти вопросы, которые вы мне задали, там все это решено по самым, по самым строгим критериям защиты человека, но с позиции гигиены. Это так называемые гигиенические проекты. В Роспотребнадзоре, извините, в Роспотребнадзоре ранее заявляли о том, что коронавирус может распространяться не только воздушно-капельным путем, но еще через грязные руки и грязную воду. Да. Это поверхность, наверное, да? Да, да. Есть еще какие-то компоненты. Вы знаете, ну, понимаете, у коронавирусов, еще раз, биологическими резервуарами является животный мир. Вот я вам приведу такой пример. Рыба, белуга, любимая нами белуга, она вся нафарширована коронавирусами. И есть специальный такой серотип коронавируса, который связан с рыбами и так далее. Поэтому биологические источники коронавируса, вы даже можете и не догадываться, как вот эти мыши летучие. А летучая мышь, она, я уже сказал, она летит, и испражнение от летучей мыши контаминирует любой продукт и так далее, и так далее. Но в той ситуации, в которой мы с вами живем, человек человек заражает. И заражает, в первую очередь, аэрозольным путем. Хотя моча и испражнения от человека могут также носить эти вирусы. Сейчас в России действует горячая линия приема звонков тех, кто подозревает, что у него коронавирус. Скажите, пожалуйста, грамотный алгоритм действий сотрудников, чтобы направить людей. И как отличить фальшивые симптомы от мустров? Вы знаете, о чем дело? Ну, надо, во-первых, поддержать граждан, которые вот обеспокоены, что у него вот такая инфекция. Не отпугивать их ни в коем случае от работы врачей. Но это врачебная задача. Понимаете? Просто так сказать человеку, Иван Иванович, ты делай так и так далее. Если он обоснованно подумал о симптомах, которые должны направить его к врачу, следующий. Это температура раз, насморк два, сухой кашель три. И это человек, который испытывает чувство нехватки воздуха, дыхательный дискомфорт. Вот эти признаки четыре. Не терпи, не откладывай. Обращайся к врачу за врачебной помощью. Ну, и Москва сейчас призывает работать и молодых врачей, и даже ординаторов, и аспирантов, которые придут в поликлиники. Я правильно говорю, да? Поэтому, как бы, Москва делает все, чтобы была доступна врачебная помощь. А симптомы могут не проявляться вообще? Или рано или поздно они все равно проявятся? Ну, хороший опять вы вопрос ставите. Действительно, есть тот контингент лиц, у которых выявляется коронавирус, а симптомов никаких нет. Но это люди, которые должны наблюдаться. Потому что у них может в одночасье развиться пневмония. Поэтому это люди, которые должны, и вот Москва сейчас внедряет такой проект, как бы наблюдение за человеком в домашних условиях. Ну, весь обеспечить всех койками, такими, как коммунарки, это невозможно, конечно, сделать. Да и в мире ни у кого этого нет. Американцы тоже пошли по этому пути. Вот мне вчера звонили из Лондона. Врачи Англии все сбиты с толку. Паника идет. Знаете, вот в этой ситуации, в которой мы с вами находимся, самое страшное не столько коронавирус, а сколько паника, непродуманные действия людей. Вот создавать и поддерживать паническую ситуацию в обществе, это резко усовувлять ситуацию в целом. Хотя вчера генеральный директор Семьерной организации здравоохранения объявил официально, что этап этой инфекции мы называем пандемией. Что он имеет в виду? Он имеет в виду не число заболевших, чуть больше 110 тысяч человек, имеет в виду не смертельные исходы, потому что они на самом деле не очень большие, а то, что 114 стран, то есть географический такой момент, который заставил руководство ВОЗа произнести это слово «пандемия». Это непростое слово, поймите меня. Вот с ним можно сравнить только другое слово «война». Пандемия и война. Вот это два очень сильных слова, поэтому эти слова вчера были произнесены, но не создавать панических таких ситуаций. Потому что паника, она в данном случае только будет усугублять. Можно, давайте? Да, я задам вопрос. Можно? Извините, можно вопрос? Александр Владимирович, а как Вы оцениваете меры, которые сейчас предпринимаются в Москве? Очень много делает правительство Москвы и дезинфекция транспорта, и выдача больничных на дому, и уходы врачей. Как Вы оцениваете в целом? Ну, я думаю, что такие комплексные, действительно, проекты, которые ведет московское правительство, я нахожусь под большими впечатлениями. Меня это производит... Вот если взять, допустим, сравнить Россию и Италию, две разные ситуации. Ну, то, что нам вот они пишут, посылают, ну, действительно, паника, никто ничего понять не может. Больницы, не поймешь, они принимают больных, не принимают. Все операции отложены, на какой-то срок непонятно. Взять ситуацию в Англии, приблизительно такая же вещь. Москва и здравоохранение России в целом работают в спокойном режиме. Они защитили государство от быстрого распространения инфекции. Это же факт сам по себе. Нет ни одного умершего больного, нет ни одного больного, который находится в критически тяжелом состоянии. А это вопрос, а почему? Что такого сделано? Почему такого не происходит? Поэтому Москва сложный, конечно, город, потому что многонаселенный, транспортная магистраль, ну, и масса других факторов, которых вы знаете. Но я вижу, как работает, я участвовал в некоторых вечерних и ночных заседаниях московского правительства. Сегодня это тема номер один. И правительство Москвы, по-моему, делает все для того, чтобы эту проблему не сделать ее проблемой. То есть идут напережения. Не догоняют, а идут напережения. Вот если все сказать о том... Я ответил на ваш вопрос. Спасибо большое. Испанские медики, к примеру, рекомендуют гражданам разбавить свой, как я могу сказать, рацион. Чеснок, миндаль, черника, пить кефир и зеленый чай. Помогут? Ну, черники у испанцев нет. Надо в России закупать чернику. Так что давайте поможем испанцам. Черника нет. Знаете, еще раз, рецептов, которые были бы обоснованы, таких не существует. Но проблема, чтобы вы уловили, то, о чем я вам говорю, это проблема иммунитета слизистых, носа, трахеи, и повысить его иммунитет. Мы это называем мукозальный иммунитет. Спасибо. Давайте, коллега, зато у нас уже. Нет, вопрос по гигиене. Да. Можно ли так понимать, что от рукопожатия лучше пока отказаться? Как, как? От рукопожатия отказаться. Да, надо... Хорошо, хороший вопрос. Временно от рукопожатия отказаться. От целования, как хочется, как не хочется, но сдержите себя, не целуйтесь. Ладно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok